Оплата света, газа и воды – большая статья расходов не только для собственников жилья, но и для крупных предприятий. Однако, несмотря на значительные расходы, многие организации еще не перешли полностью на режим экономии энергоресурсов. Правительство Российской Федерации планирует регулировать этот вопрос на государственном уровне. Уже вышел ряд законов, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности. Проверенные методы учета потребления давно существуют. Видеокурс учебного центра «Технопрогресс» системы учета энергоносителей расскажет об этих методах в отношении тепловой энергии и средствах ее учета, тепловычислителях, преобразователях температуры и давления, расходомерах и системах отопления. Вы узнаете о контроле расходов на теплоснабжение и трех основных путях экономии. Отдельный блок в программе посвящен проблеме потерь тепла в зданиях и способам ее устранения. В результате вы будете четко понимать алгоритмы учета энергоносителей и узнаете о процессе рационального обеспечения тепловой энергии зданий и сооружений. Курс разделен на пять основных тем. Правила учета тепловой энергии, современные средства учета энергоносителей, каналы потери тепловой энергии зданий и сооружений и необходимые мероприятия для их ликвидации, 190 ФСЗ в части закрытия систем горячего водоснабжения, обзор систем автоматического погодного регулирования и современных систем диспетчеризации. Лекцию читает Владимир Власенко, представитель консорциума «Логика теплоэнергомонтаж».